Мы должны оккупировать Молдавию, говорят, высшие государственные лица Российской Федерации. Ну, как бы, замечательно. К Украине добавить еще одну страну, против которой военная агрессия развязана. Не считая Грузию, Белоруссию и так далее. Белоруссия. Так вот, ну, хорошо, замечательно. Как бы, ждем с нетерпением, как обычно. Если вам, вы идиоты, настолько, что хотите к растопыренным пальцам добавить еще один палец, ну, мы же не можем, мы не можем препятствовать патриотам на здоровье. Видно, что в лаевой логики уже нет, осталось только политическое. Продать что-то нужно ко 2 мая, дню одесской трагедии. Продать нужно что-то к 9 мая. В общем, у них планы в громаде, они явно хотят шевелиться на одесском направлении как-то. Хорошо. Ты считаешь, с точки зрения оперативной, группировка, которая, там вроде полторы тысячи, ты говорил, да? Ну, по разным источникам полторы тысячи военнослужащих, плюс вот эта ПМРовская, значит, часть армии их Приднестровья, да? Способны они захватить Кишинев, и как быстро? Да нет, ну куда захватать Кишинев? У многих в Молдове, что мы отдельный народ, но язык-то точно одинаковый, как минимум, а там посмотрим. Допустим, молдовский народ отдельный, страна отдельная, тут никаких этих самых, полностью согласен. Но то, что румыны близкий к ним народ, и наверняка захотят вступиться, мы как бы не полагаем. А румына, румыния, да, страна НАТО, страна ЕС, тут может быть совсем весело. Ну, и надо понимать, что для нас, Молдова, ближайший сосед, судьба которой нам далеко не безразлична, мы всегда с молдовским народом стояли, стоим и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью. А в крайнем состоянии взять и захватить Приднестровье? Так как-нибудь справились бы. Это территория суверенная Молдовая. Мы не можем позволить себе даже подобного рода заявления, только после обращения молдавской стороны. Мы обсуждаем теоретически, сколько понадобится сил для того, чтобы просто Террасполь захватить. Мы справимся, если понадобится. И нет. Ну да, ну да, ну да.